Коричневый, чёрный, фиолетовый и красный рис и их отличия от белого. Почему переход с белого риса на коричневый рис позволяет людям с избыточным весом значительно снизить свой вес, размер талии, кровяное давление и уровень воспаления в организме? Мы думаем, что это может быть клетчатка. Коричневый рис содержит в 4 раза больше клетчатки, чем белый, в том числе пребиотики, которые способствуют росту полезных бактерий, что может помочь объяснить влияние коричневого риса на ожирение. Помимо пребиотиков и клетчатки, существуют все виды витаминов и минералов, которые теряются при измельчении коричневого риса в белый вместе с фитонутриентами, такими как гамма-аризанол, что теоретически может помочь изменить предпочтение здоровой пищи. Есть также исследования чашки Петри, которые предполагают, что это может помочь снизить уровень холестерина и наряду с другими соединениями, обнаруженными в рисовых отрубях. Что делает коричневый рис коричневым? Может ингибировать рост раковых клеток человека с помощью антиоксидантных средств. Антипролиферативные и раковые самоубийственные механизмы, модуляция иммунной системы и усиление барьерной защиты. Но опять-таки, всё это только в пробирках, а не у людей. Однако есть два исследования на людях. Исследование здоровья адвентистов показало, что коричневый рис был одним из четырёх продуктов, связанных со значительно сниженным риском колоректальных полипов, которые могут перерасти в колоректальный рак. Употребление в пищу варёных зелёных овощей каждый день сопряжено с уменьшением риска на 24% по сравнению с сухофруктами всего 3 раза в неделю. Употребление в пищу бобов, гороха или чечевицы по крайней мере 3 раза в неделю было связано с уменьшением риска на 33%, но коричневый рис, по-видимому, имел на 40% меньше риск, а это была только одна порция в неделю или больше. В другом исследовании сообщалось об увеличении мышечной силы после добавления соединения коричневого риса, в надежде, что оно сможет обеспечить альтернативу анаболическим стероидам, не вызывающую побочных эффектов, но доза, которую они давали, эквивалентна примерно 17 чашкам коричневого риса в день. Поэтому неясно, работает ли он в практических дозах. Естественно, пигментированный рис, такой как чёрный рис или красный рис, может быть даже более питательным, чем коричневый. В течение последнего десятилетия было показано, что эти природные антоциановые растительные пигменты могут оказывать различные полезные эффекты. Это то, что делает чернику синей и красную капусту красной. Недавнее признание этого факта, что диеты, богатые растительной пищей, снижают риск возникновения рака, способствуют энтузиазму по выделению этих компонентов в качестве фармацевтических средств. Но почему бы просто не съесть чернику? Или добавить немного красной капусты в жаркое на разноцветном рисе? Чёрный, фиолетовый и красный рис, их пигментные соединения, показали различные антиоксиданты, противораковые, сердечные, антидиабетические, противоаллергические свойства. Но все эти исследования проводятся в лаборатории. У нас ещё нет клинических исследований, но у них есть всё, что есть у коричневого риса. Плюс в 5 раз больше антиоксидантов и все эти дополнительные вкусности. Поэтому я всегда готовлю красный, чёрный или фиолетовый рис. Точнее, моя рисоварка. Всегда с горстью чечевицы или гороха, добавленных для хорошей меры, так как они готовятся в одно и то же время. Но почему большинство людей не выбирает коричневый рис вместо белого? Ну, коричневый не так долго хранится на полках, поэтому может быть более дорогим, хотя он и менее обработан, в то время как белый рис – это пища для апокалипсиса. Даже заставляет винки стыдиться, всё ещё съедобная через 30 лет. Хотя, может, тогда они будут иметь запах пластилина? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok